Нет, тело видно. Тебя как провозят. Да, две твари какие-то кружатся. Не вижу, чтобы они летали, но они кружатся рядом. Они хохочут и пищат. Они, ну, не королевишно, нет, маленькие. Молодые люди, да, да. А где главное это? После бунта. Ты её только носить и любил. Осознание куда-то спряталось было. Она уже тогда умела прятать сознание. В компьютере. Да, да. Она как выскочила или убежала, спряталась там. Это с квантовой комп. На кораблике был? Она туда переселилась. После того, как тело там получило 92-96% повреждений. Чуть больше трёх процентов оставалось. И дальше она не могла сражаться. Тебе вот один удар, и её бы не было совсем. У неё неповреждёнными остался какой-то процент, и на этом проценте она смогла убежать. Это я не знаю, что. Смотри сам. Синие пусть допрограммируют эти несколько процентов. Вирус заложит. В этот момент, в момент бунта моего удара последнее. Чтоб она потом восстановилась до 100, а уже с вирусом. Червь заложит при каждой новой операции на 1% от сечения. Ты ей как вот так грудную клетку вскрыл? Да. Черт раз. В глаза ещё только что-то ей как полями. Вот. Я это увидела. Потом меня добили. Так что за клетка-то? Одного удара не хватило. Да копия всё равно была в клантовых компах. Хотя клантовые компы я тоже заглушил. Клетка странная какая-то. Металл удивительный. Не мог я какой-нибудь танталл делать? Непростая клетка, да. Почему он так влияет? Как время выпивает мелько. Клетка-то? Угу. И потом уже с выпитым временем, без сильного абсолютно. Туда в ящик. Запихнули в ящик, да. Нет, это не танталл. Ну, надо сказать, кто. Скорее даже ёжик. Скорее даже ёжик. Свойство ёжика. Вот, посмотри, вот эти вот грани. Решётки. Тут самые ёжик присматриваются, да, да, да. И материал Тора. Основание Тора. Наложенный и просчитаный контент на компанию. Там целая процессия, слушай. Тут же ты видишь, либо синие, либо лягушки. Это я уже вижу. Кто в процессе? Это те стоят, которые были с тобой, недобитые, которых взяли в плен по одну сторону. А по другую сторону стоят те, которые победители. Выстроили как через дорогу, вот проход. К этому проходу тебя везут. Вот странная лодка, которая ничем не запряжена. Просто плывёт. Не вижу, чтобы она ехала. Она по дороге просто или плывёт, или летит низко. И очень-очень медленно. И все смотрят на тебя. И те орут, все остальные молчат. И те, что победили, молчат. И те, что проиграли, молчат. Потом, как только тебя провезли, те, которые победили, переходят дорогу и убивают тех, которые проиграли. У тех есть ружья, у этих ружей нет. Они просто стоят по одному, подходят. И это казнь. Они увидели, как тебя увезли, и как тебя будут казнить. Ты их уже не спасёшь. Они... Всё, надежды нет. Ты уже порабощён, тебя уже увезли. И тогда их просто убивают. Вот. Пошли Финько, чтобы души вытащить. Проводили. Дальше. Куда сами выберут? Там немного. Несколько сотен осталось живых. Это та команда, которая дальше пойдёт. Вплоть до революции. Потому что тоже идейные. Буквально пара сотен там, не больше их. И у них уже тела похожи очень сильно на человеческие. Развитые души, да? Уже не жуки. Нет, жук — это всего лишь скелет наружу. Это всего лишь экзоскелет. Да, да. Не внутрь, как у нас позвоночник, всё. А вот снаружи более защита идёт. Это экзоскелет. Усеник спроси. Квантовая защита души могут сделать? Экзоскелет для души. На этих могут. Они похожи, знаешь, на кого, Илья? Не смейся. Я их вижу. Ну, не то, что неандертальты, но вот как-то вот как первобытные люди. Ну, да. Они мне в таком виде каком-то приходят. Это переход от животных именно к человеческому. Вот я вот эту вот толпу, которая и та, и другая толпа, вот которые как воины, я вижу их как неандертальты. Те, которые с ней стоят, они как Влады какие-то закованы. Их я нехорошо вижу черты тела. А вот те, которые их сейчас будут убивать, тех я вижу хорошо, потому что они раздеты, у них как повязки какие-то просто. Вот здесь и вот здесь. Вот так вот на плечах. Им защиту на душу. И всем, кто погиб. На моей стороне кто был. Реально, блин, неандертальты. Мозг иногда странные картинки выдает или вижу странные просто. Да, ко всем синьки. Синьки и кольчужку. Квантовую. Усиление для души, чтобы следующее не на том уровне, на котором, ну, на более высокий уровень, чтобы вытянуть душу. Вот. Скажи, Синим, там, где Миша служил, Дракоша, наш. Этот большой контакт комплект. Я вижу. Я вижу, да. Их не везли потом на общую казнь. Их там убили всех. Да, вырезали. Потому что заглушили. Да, их там зарезали, убили. Угу. Вот, раз 15 пришёл, уже кидал. Миша это видел. Кольчужки всем, кто мне помогал. Ну, я тебе не помогала. Помогал. Меня там не было. Кольк воевал без меня. Жуть вообще. Кладно. Ты искала, ты весь. Как к чему-то электрическому подключают. Когда уложили тебя, зафиксировали ноги, лодыжки. Вот тут икры выше. Руки зафиксировали и поясами какими-то перетянули. Перед тем, как закрывать крышку, впечатление, что к чему-то подключили. Как этот ящик интерактивный, ты выгибаешься. То есть, уже еле живой, но там как разряд какой-то. Знаешь, вот, когда человек умирает на сердце, ему дают разряд, чтобы он ожил. Как, где симулятор, а там другое, там генератор боли был. Да, и тебе вот чух, и ты выгибаешься, и тогда закрывают. Куча симуляций различных житий в мире в интересном. Эти симуляции я могу считать. Там с собой разные. Боль, сражения, возвращения всякие. Потери. Миры с другими законами физики и противоположными. Чтобы перестройка наркотики была. И настройка нарой. В общем, почти всё как сейчас. С ума сводили. Угу. Кроме боли, ещё и с ума сводили. На самом разрушении настройки. Их. Старых добрых времен. Да.